здравствуйте друзья это Elite Dangerous и продолжаем значит издеваться над анакондой как я и хотел установил все мультикэнона все стоят зажигательные снаряды и одна вот здесь мелкая она идет у нас на коррозию изместительный магазин что еще снял с корвета усилители щита ну что-то не то получилось что я думал в общем усилители все стоят усилителя значит вот один у нас 56,9% это на раздутие 61,6 63,0 67,1 55,4 55,7 и 2 стоят значит один на термичку стоит 25% второй тоже на термичку 27,8 в сумме выдает нам ну вот то что я на жирову раскачал 4 400 если мы у меня сейчас снят щит из корвета он тоже 7 размера призма сравнить вот он он чуть пожирнее выдает нам ну вот такую цифру самое интересное что на корвете но я так понимаю что это с массой корабля связано на корвете с теми же самыми усилителями и вот этим вот щитом выдает больше 6000 а вот корвет значит вот они эти усилители 67,1% 63,0 61,6 56,9 4 штуки еще два на раздутие 55,7 55,4 это вот 6 штуках на раздутие и две штуки стоят на все понты и один по моему да на термичку и вот мы выдавили с этого щита 6212 так ну что ж давайте проверим мультикэноны постреляем полетаем пристегните ремни всем приятного просмотра возьмем экипаж взятого меня еще что заметил был второй пилот у меня тоже до элиты прокачал ну точнее второй это вот этот был другая у меня бобейка была так фишка в том что неактивные члены экипажа тоже свои вот эти 10 процентов забирают а когда вот допустим я в квинсе поправлял значит свое благосостояние брал боевые эмиссии там где-то по 100 миллионов за 108 кораблей выходило ну в совокупности несколько эмиссий то есть как бы 10 процентов один пилот 10 другой то есть 20 лямов получается а это уже не шутки короче пришлось мне ее уволить ну что погнали вылетаем так и мы на месте выпускаем нашу непись готова достаем оружие и в чем тут плюс когда нет лазеров композитор можно ставить везде по две пипки везде форма будет на все хватать вот у нас фрадиланс юркий кораблик не для пулеметов корабль я бы сказал подлетим поближе хотя у пулемета небольшой штраф за дальность и где-нибудь с километра можно начинать его пороть уже ну вот приблизительно так ну вот с фольгой даже быстрее чем лазером сносится щиты ну в общем то и все и проходит ему значит отрицательный эффект от коррозии заметно что сильнее начинают работать так пока что ничего крупного не вижу на СП копает похоже у нас кто-то усиленно сканирует посмотрим здесь да одни кобры волочевка это не интересно так место добычи опасно а что тут федеральные агенты делают давай вот эту кобру сканирует надоело уже а федеральные агенты где все то где все то что то тут тухляк какой то в опасном ну для бы через высоту так давай вылетим отсюда здесь есть рядышком другое место истребитель то надо было загнать ну ладно их там хрена на тайпа не полетает еще страшно ага это аж где то с той стороны да это вот прям за планеты там вот тестировали когда с лазером и анаконды и все как то живенько было по моему здесь же я в этой же у этого заказа гиганты по моему стрелял а сейчас что то мало кораблей ну может действительно вот эти два места они отличаются друг от друга которое как какое то из них опаснее наверно так готово ну давай на тайпане теперь вот анаконда пожалуйста будьте любезны так ну и наверное силовую установку да возьмем первое начинает стрелять пулемет значит на днище огромный все силовую сбили быстрее чем с лазерами пулеметы лучше работают все долго долго реагирует там 246 тысяч замечательно вот асалт шип точно в розыске это он нас сканировал долго долго раскручивается вот эти вот третьего размера пулеметы щита нету и как корпус уходит хорошо но греемся греемся это за счет того что я улучшал вот эти третьего размера там на две что ли из них мне хреновым бонусом пошел нагрев материалов было только чтобы их улучшить и все так то можно было несколько раз покрутить да вот тут гораздо больше кораблей видимо мы первый раз ошиблись места тоже нас сканирует асалт шип пилоты на этом корабле живут пукен пукен ну и мы сейчас пукен его не будем жарить моментально съедают вот зажигательные боеприпасы все асалт шип кончился ну по ощущениям гораздо лучше чем с теми лазерами было в общем мне нравится больше это дело и по моему выносит даже кажется побыстрее чем на корвете ну вот почему щит не прокачать пожарнее на корвете до 6000 с теми же усилителями не знаю не ну точно щит сразу слетает моментально ну тут конечно учитывается там я по щиту только тремя лазерами керачил а тут я всеми пушками но если я бы лазером и пулеметами керачил то мне бы грелся корабль то есть тоже такая фигня ну вот в розыске три в крыле давай попробуем кобру мелкая цель попадать хуже хотя вот рядышком мимо пролетели ой в эту кобру может быть та бы нам и подошла инерция сильная тяжелый корабль хотя по сути прыгает далеко то есть не такая уж и большая масса ну давай вот так сагрим его не попал во не писано травим раньше она мне не нападала оказывается мне неправильно была настройка сделана было обороняться а не нападать поэтому не нападала вот и сейчас начинаем херачить да нет попадаем нормально на маленьком расстоянии хорошо идет хотя вот корпус смотрю жирный жирный у меня корпус не могу найти никаких узнавать и и в и и и и и Но это наверное вон на с рельсе греет Или вот этими ракетами Готово По мелочевке не так хорошо попадаем На потере урона меньше То есть зависимость от расстояния Если лазер с 2000 метров уже плохо бьет То пулемет более-менее сохраняет свою мощность А, у меня файтеры навернули Давай следующий откроем Так, и вайпер здесь Готово Готово Из мелких кораблей и крыло Три корабля, получается, или четыре их там было Три, по-моему Так, где я что-то кручусь Вот он там где-то Ганшип А он херачит нас То есть истребителям нету ли чего Все, щит моментально выходит Все О, клепперек давай разберем Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Надо過 но при перёк то пожар не оказался ну по корпусу щит то сразу упал так и опять никого поблизости это вот еще клипера есть но это мой файтер там без ночь вот клипера не копают хотя на нем было бы удобнее копать чем ган шипах готова вот питон питона еще не убивали по-моему вот питоном все так просто не будет они пожирнее клиперов но видимо послабее анаконды конечно встанемся Ну все, там неписью задосглаял Так, вот там кого-то пинают, крупного А, этот транспортник, кто бьет Мелкий О, стерва давай, грохну заодно Вот он мелкий и уже не так быстро у него и щит уходит Я предполагаю, что и корпус не так ловко у него будет уходить Хотя нет, корпус странный, ну он видимо, наверное, без брони был Так, ну что ж, вердикт Значит, лазеры хорошо, но пулеметы лучше Но тут тоже нужно обратить внимание на то, что лазеры, они были скорострельные Вот, и на нагрев А пулеметы идут именно по щитам, чтобы хорошо работать То есть они, мало того, усиленные Но они плюс еще и, это самое Еще и на, ну, против щита хорошо работают То есть нагретые снаряды То есть тут, ну, скорее всего, несправедливое сравнение То есть если были бы усиленные лазеры, наверное, они бы помощнее били Ну, соответственно, они бы быстрее выжирали у нас накопитель энергии весь Ну, как бы, мне больше с пулеметами понравилось Да, нужно летать, перезаряжаться Ну, по сути, если качнуть щит пожирнее Он не будет успевать просаживаться до того момента, как кончаются патроны А на станции пока перезаряжаются Щит, соответственно, зарядился И не нужны никакие банки Хотя, если силовой прокачать Ну, вот сейчас, на данный момент, тут, по-моему, 50 мегаватт А на я спокойно могу еще две банки включенные держать И этот SRV, и какой-нибудь сборщик То есть энергии хватает на все Вот, а нагрев Ну, там я не сильно с нагревом Ну, не сильно увеличился нагрев То есть, ну, я думаю, что мое мнение не меняется Пулеметы мне все равно нравятся больше Ну, а на этом все, друзья Спасибо, что смотрели И всем пока Продолжение следует...